Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас будет ежедневный влог. Собираюсь, я сейчас иду за мясом, стою на распутье. В одну сторону пойдешь, Ашан найдешь, в другую сторону Зельгроз. Но Зельгроз ближе, чем Ашан, существенно ближе. Говоря, вот там за кустами красная крыша виднеется, это Зельгроз, то есть идти туда минут 10. Ашан, это нужно пройти через весь бульвар. Ходить я люблю, хожу с удовольствием, но туда далеко, где-то минут 25 идти. Но нести назад тяжелые сумки не очень удобно. На такси сейчас не подъедешь, пропуск нужен специальный. Поэтому пойду в Зельгроз. Здесь у нас, видите, уже тюльпанчики практически зацвели и расцвели, и белые, и красные. Вот сейчас во время карантина, мне кажется, это, пожалуй, то немногое, что тебя еще продолжает радовать. Потому что, честно говоря, настроения никакого. Эти маски, эти перчатки. Вчера на работе выкладывали пивом, в холодильнике забивали. И на протяжении 4-5 часов в этой маске с тебя все течет. Маска в глаза эта скатывается. Тихо, красотень. Какая красотень. И честно, я не представляю, как бедные врачи. Я понимаю, вот одно дело без движения в маске находиться. Когда-то там, ну вот, допустим, даже если в магазин пришел там на какое-то время, да. А если ты работаешь целый день в маске, да еще вот в перчатках. В общем, мы девчонкам озадачились какие-то хлопчатобумажные купить. Потому что вот в таких перчатках латексных, мы вчера были на рынке, кстати, упаковка перчаток стоит 600 рублей. 100 штук 600 рублей. Руки отсыревают. А потом часто же приходится покупателям фасовать что-то. Печенье там, допустим, взвешивать, либо еще что-то. А взять пакет руками в перчатках довольно-таки сложно. А если плюс еще нужно ценники наклеить и нужен скотч, то скотч прилипает к перчаткам. И, соответственно, можете уже отодрать его только вместе с перчатками. В общем и в целом, конечно же, это у нас неудобство. Здесь у нас молодцы, продолжают заниматься спортом. Наверху мужчины с палками. Здесь женщины. Я тоже вечером выхожу сюда. Здесь обычно народу практически никого. Мало. И тоже вот здесь вот такие малые круги нарезаю. Но у нас на всех домах сейчас стоят камеры. Вот там вот, на вот этом доме, стоит очень большая камера. То есть все находимся под наблюдением. И вот на нашем что-то я не видела доме камеру. Но на многих домах обратила внимание, что камеры эти есть. По объявлению сразу при входе в магазин, находиться в маске, в перчатках, обязательно без этого ты пройти не сможешь. При входе их продают. То есть магазин в Зельгросе четко сейчас соблюдается все. Смотрите, в Зельгросе есть такой же шезон, как я купила, да? Тоже, кстати, стоит 1590. Цены такие же, как и в Да. Хотя считается, что Зельгросе подороже магазин. И для дачи вообще много очень товаров. И для дачи, и для пикников разнообразных. Вот дошла до отдела с техникой. У меня уже моя мясорубка. Ну, сколько ей? Лет 10, наверное, свыше. И очень плохо уже прокручивает. Вот смотрю, что здесь есть. Такую хочется какую-то не очень большую. Но знаю, что Витек, это не очень хорошая фирма. Редмонд. Редмонд хорошая фирма. И, кстати, легкая. И 3000 стоит. Интересно, а мощность у нее какая? Легкая, маленькая, компактная, удобная для кухни. А это прям уже какие-то большие комбайны. Сейчас хочется, знаете, чего? Каких-то таких компотиков или чаечка какого-то такого вкусненького. Вот смотрю, что здесь есть с облепихой. Чай облепиховый с имбирем. Можно заварить, попить. Посмотрите, какая красивая полка. Все такое красивое, красное. По типу, что у вас вся техника будет в едином стиле. Смотрите. Чайник, 1990. Кофеварка. Все в красной цвете. Миксер, 1590. У меня просто красный. Мой любимый цвет. Правда, я не знаю, что это за фирма. Насколько она хорошая. Кухонный комбайн. Кстати, очень хорошая цена. 3890. Не знаю, то ли была такая скидка, то или нет. Утюг. Тоже в таком же окрасе. Гриль. Вот гриль я очень хочу. Но нужно, чтобы сменные насадки были. Чтобы можно было помыть их легко. Тоже хорошая цена. 10 тысяч. Но про фирму, про такое, конечно, нужно читать. Что она из себя представляет. Знаете, не могу понять причину таких больших скидок. Вот сковорода, которую я искала. Помните, для гриля. Я у многих, кстати, видела. Кто готовит, у многих видела вот такие сковородочки. 1950, а стоила 5,650. Почему такая скидка? А, слушайте, а может быть это для... Для фиш... А, тут может быть наклейки какие-то нужно иметь? Напишите, кто знает, в чем прикол. Это, наверное, какие-то наклейки у вас есть за покупки. Вы их сюда добавляете. И тогда уже можете что-то из этого купить. Потому что я чуть ничего не могу понять. Цена с учетом скидки плюс 5 наклеек. Тебе наклейки выдают? Или ты должен наклейки такие отдать? Что это за акции такие? А здесь пледы тоже по очень хорошей стоимости. 650 рублей за плед. Чайничек мне нужен для заваривания. Для заваривания вот разных таких... Ну, у меня есть чайники, но вот хочется такой-то, какой-то чайник заварочный с прессом. Я смотрю, чем они отличаются. Есть на литр, на 800 миллилитров. Ну, и дизайном, разумеется, да? Кофейник. Это кофе заваривать. Кофе пресс. Стекло нержавящее. 600 миллилитров. Кто хочет сегодня какой-то котлетам свежий салатик сделать? Я очень люблю рухула и помидоры. Ну, плюс масло, соответственно. Вот она здесь есть. Руккола. А есть вот такая вот руккола еще с добавлением салата. Вот такой салат мне больше нравится. Вообще, ассортимент по салатам... Ну, вообще, мне нравится в зельгрозе. Здесь, конечно, цены чуть подороже на весь ассортимент. Но, тем не менее, ассортимент по фруктам, по овощам больше. Я взяла кабачки. Чайник взяла немножко другой. Мне больше понравился. Ну, и дошли мы с вами сейчас до отдела с мясом. Росбив говяжий бескостный. Тысяча. Не пойму. А, это уже упаковками продается. Вот она, наружная часть говяжьего украка. Пятьсот девяносто девять рублей за килограмм. Подходит. Вот, сейчас возьмем свинину и говядину. Кстати, вопрос к полутора метрам. Я вам про такое расположение каз говорила. То есть, вот так вот у нас будет сантиметров двадцать. А вот так вот, да, полутора метра. Сейчас сущность весенней погоды. Только что вот, ну, оно солнце до сих пор рассветит. И тут же одновременно идет дождь и тучи. А я зато иду с мясорубкой. Сейчас будем вместе с вами разбирать, что и как. Так, что мы имеем. Вот таких вот два кусочка мяса. Это окорок свино, бескостный. Он без шкуры, без всего. Хорошее мясо. Девятьсот грамм у меня. И вот такая вот говядина. Она тоже без прожилок, без всего. Здесь у меня семьсот грамм. Четыреста двадцать семь рублей. Чайничек. В общем, я вам показывала тот, а потом в итоге увидела вот этот. Мне он очень понравился. Стоит он семьсот девяносто девять рублей. Мне показалось, что он очень симпатичный. Сейчас надо разобраться, что там такое. Почему он так, что с ним. А, вот таким вот образом. Видите, на кнопочку нажимаешь и его открываешь. Сейчас вот хочу заварить чай с облепихой и с имбиром. Я вообще давно такое хотела, потому что хочу заваривать ягоды. Сейчас покупать клубнику, малину. Я имею в виду замороженную смородину. И делать вот такой чай. Ну и самое главное, сейчас посмотрим, как у нас справится наша мясорубка вот с этим мясом. Но я думаю, что проблем быть не должно. А Даша чувствует, как всегда, у нас говядину. Да, Даша? Да? Первым делом я, конечно же, промыла сам чайник и ягоду. И здесь, смотрите, как интересно сделано. Вот такое вот ситечко. И его можно легко достать. Видите, здесь специальная ручка для него сделана. Ну что, загружаю сюда ягоды. И заливаю сюда кипяток. А уже ягоды, смотрите, истекают там. Мне кажется, должен получиться очень вкусный напиток. Сюда можно еще добавить... Добавляю сюда еще ложку меда. У меня это вот такой вот мед Тенториум, который мне присылал Евгений Цветков. Спасибо ему большое. Я еще до сих пор его не съела. Но мы мед едим очень мало. Вот как раз таки в такой напиток добавить его будет очень хорошо. А пока мой чай будет сейчас завариваться. Смотрите, какой красивый цвет у него получился. Прям такой насыщенный, облепиховый цвет. Это Ваня облепиховый чай заварила. Такой вкусный. Но сейчас он должен настояться. С медом. Да, ты же не пробовал. Он очень вкусный. Ну, а я занимаюсь сейчас... Я его открыла. А я занимаюсь сейчас мясорубкой и мясом, фаршем. У Вани появилась новая игрушка. Ваня, не надо. А то сломаешь его. Поаккуратнее, пожалуйста. Что представляет из себя мясорубка. Что здесь я, конечно же, сейчас все промыла. Все детали тщательно промыла. Всегда все промываю. Здесь, смотрите, вот такие вот присоски есть. И она не будет ходить. Так как она легкая, она не будет ходить ходуном по столу. Она прям к ним присасывается. Я даже ее так вот не могу в сторону сдвинуть толком. Ну, вот сама вот эта штука, она как будто у меня до этого, она прям такая тяжелая, металлическая. Это легкая. Ну, соответственно, все запчасти. И вот таких вот два диска. Не знаю, на сколько хватит вот этого ножа. Но, в общем-то, мы сейчас протестируем, справится ли оно у нас с мясом. Потому что у меня на предыдущей мясорубке постоянно вот эта часть вся забивается. Вот сюда все накручивается. Что касается самих котлет, то первоначально, прежде чем делать фарш, я беру два вот таких вот больших кусочка хлеба и заливаю их молоком. Вот в то время, пока у меня сейчас будет готовиться фарш, ну, то есть прокручиваться мясо, у меня хлеб немножечко размокнет. В молочке я не обрезаю корки, потому что это хлеб такой, ну, он очень мягкий, практически без корок. И сегодня я решила попробовать, знаете, что? Ну, соответственно, как бы нужно порезать... Что-то лук не очень хороший. Сегодня я решила попробовать новый рецепт приготовления котлет. Я всегда вот этот вот лук прокручивала в мясорубке. Обычный сырой лук вместе с чесноком и вместе с мясом. Испала сегодня какой-то необычный рецепт и натолкнулась на такой, что лук нужно обжарить. Поэтому лук вот так вот мелко нужно порезать. Лук обжариваем на растительном масле. На средней температуре, не на самой высокой. И пока у меня здесь лук обжаривается, мы приступаем к мясу. Итак, мясо я порезала вот такими вот длинными пластами. Включаем мясорубку и тестируем. Боже мой! Послушайте, какое же это счастье! Вы даже себе представить не можете! За 3 минуты я прокрутила фарш! Ну, то есть у меня есть какая мясорубка у меня? Бош или Тефаль? Ну, она уже довольно-таки древняя. И вы знаете, как я с ней мучилась? Для меня вот это вот приготовление котлет, это просто какое-то мучение. Потому что, чтобы вот такое вот количество фарша прокрутить, 3 раза нужно было ее разобрать, промыть. Ну, то есть там то ли тупые ножи, то ли чего. Это слишком громкая мясорубка. Она, вы слышали, прям гудит очень сильно. Но 3 минуты и фарш прокручен, и ничего не застряло. Но надеюсь, что ножи здесь не так быстро вот этот нож затупятся. Так, а у меня тем временем, как вы видите, жарится лучок. Лучок жарится. Сейчас немножко он, чтобы он приобрел золотистый такой оттенок, да? И, соответственно, я его тоже добавлю сейчас в мясо. Ну, это фантастика. То есть вот на самом деле на кухне очень много значит техника. Если техника хорошая, исправная, классная, то все получается очень быстро. Если, я не представляю, как раньше кто-то вот крутили. Ты же вообще с ума сойдешь. Так, лук у меня начал уже золотиться. Я его, здесь у меня 2 луковицы. Я его убираю немножечко охладиться, остудиться на балкон. На балконе сегодня у нас как раз таки прохладно. Немножко он сейчас здесь у нас остынет. А я начинаю заниматься чесноком. У меня есть 5 зубчиков чеснока. Я его буду делать, выдавливать в чеснокодавки. Там, вот по этому рецепту, почему-то сказано было, что его тоже нужно обжарить чеснок. Но я не очень люблю жареный чеснок. Поэтому я сделаю так. И вообще, я не знаю, что дает вот жареный лук. Почему его нужно жарить, а не добавлять сырым в фарш. Я тоже не знаю. Поэтому вот сегодня вместе с вами попробуем. Ну, по всей видимости, какой-то будет особенный вкус. Вот так вот, таким вот образом, выдавала я сюда чесночок. И у нас остался хлеб. Хлеб у меня впитал все молоко. Я его не сильно заливала. Значит, если есть лишнее молоко, то его нужно вылить. У меня, в принципе, его нет. И я отправляю все это в мясорубки. Итак, лук у меня остыл немножко на балконе. И я его тоже самое прокручиваю в мои мясорубки. Итак, вот такая вот масса у меня получилась. И я начинаю сейчас эту массу вымешивать. Знаете, что? Я никогда не думала, что, оказывается, имеет значение такое температура мяса, вот хлеба добавляемого и всего остального. То есть, вот это вот я посмотрела канал для меня. Открытие. Я вам оставлю на него ссылку. Если вы захотите приготовить такие же котлеты в оригинале, потому что я немножко рецепт изменю, я добавлю сюда яйцо. Потому что у меня нет крахмала. А там в том рецепте говорится, что нужно добавить ложку крахмала для того, чтобы котлеты не разваливались. Это раз. И для того, чтобы сок оставался внутри котлет. Это два. Я сегодня крахмал, к сожалению, не нашел. У меня его нет. Поэтому я добавлю яйцо. Буду делать по старинке. Так вот, по поводу температуры. Оказывается, температура имеет значение. И что вот эта вот луковая смесь, которую мы сюда добавили, то есть жареный лук, он, если, допустим, потом нужно фарш замораживать, его нужно остужать прям конкретно, да? А так как я буду котлеты эти сейчас прям сразу готовить, то, соответственно, я могу добавить его и теплым. Я не знала, что это, оказывается, имеет принципиальное значение. Далее, по рецепту сказано, что нужно добавить 20 грамм соли. Я не знаю, сколько это 20 грамм. Я посолю от души, потому что у меня все соль дома любят. А дальше сказано, что практически целую ложку нужно добавить черного перца, что не нужно бояться. Даже двухлетние дети могут есть такие котлеты. Я насчет этого вот не знаю, в принципе, как бы сомнению не подвергаю, поэтому добавлю сюда перца, как сказано в рецепте. Если вы мне не верите, еще раз говорю, что ссылка будет в описании к видео, на то видео, по которому я готовлю, вы можете посмотреть. Там этот процесс, он превращен практически в фильм. Знаете, такой смотришь фильм и прям думаешь, елки-палки, это же процесс кулинарии. Возведем прям такой высокий ранг с такой классической какой-то музыкой. Так, еще этот фарш нужно вот отбить. Фарш обязательно отбивается. В общем, вам этот длинный процесс я показывать не буду, но понимаете, да, что фарш, во-первых, нужно очень тщательно вымесить. Я еще раз говорю, что я сейчас добавляю сюда яйцо, вот такой вот красивый, смотрите, однородный фаршик, без всяких вот, я так не люблю фарши, знаете, когда попадаются какие-то комочки, либо еще что-то, вот такая вот однородная у него текстура получилась. Он у меня сейчас 20 минуточек постоит, а у меня на эти 20 минут есть чем заняться, помыть посуду. А дальше ставим, как всегда, сковородку на плиту, наливаем сюда масло. В видео показано, что масло нужно налить много для того, чтобы котлеты хорошо прожарились. Я, кстати, обычно жарю на минимуме, но не знаю, будем сегодня делать все по рецепту. Так, вот такой вот фарш, мука, начинаем формировать котлетки. Значит, в видео тоже... А, кстати, у меня специально здесь стоит холодная вода, чтобы легче было сформировать форму. Видите, как они сразу легко начинают формироваться, что нужно сделать, в общем, вот такую вот плоскую котлету, да, а потом ее, как бы, заворачивать, как такой... Ну, в общем, вот так вот, на двое, да, как конвертик, чтобы там внутри сохранялся воздух. И вот так вот сильно уже ее не давить, а чтобы вот этот вот воздух, в общем, придавал тоже вкус котлетам. Вот такой вот шарик у меня получился. Обмакиваю его немножечко. Муки можно, кстати, присыпать. Вот для котлет приготовила еще вот такую вот кастрюльку, потому что я их еще немножко потом протушу, чтобы они прям, ну, вот совсем хорошо приготовились. Слышите, какое приятное шипение? Вот такие вот котлетки. получаются. Мы их сильно зажаривать не будем. А кто это котлетики? Да, сейчас я, уже скоро. Сейчас они у меня вот так вот еще буквально минуточки 4 прожарятся, потом я приготовила кастрюлю. Я добавила сюда лавровый лист и несколько ложек кипяченой уже воды. То есть немножко еще протушу. Вот так вот они у меня уже приобретают. Вот видите, какой вид. Вот она, моя водичка. У меня стоит на двоечке вот этот режим. Там прям, ну, чуть-чуть совсем на дне, да? То есть как бы там просто котлеты будут у меня греться. Вот такая вот первая котлетка симпатичная. И я ее сюда вот к лаврушечке в эту водичку складываю. Итак, процесс готовки закончен. Я все убрала. У меня самое главное правило, это всегда после приготовления еды все убрать. Вот такие вот котлетки у нас получились. Они у меня протомились где-то 10 минут на пару. Помимо того, что были еще обжарены. Для того, чтобы уж точно они приготовились. А мы с Ваней начинаем снимать. Пробую. Ваня тут вокруг меня ходит уже давно и спрашивает, когда мы будем есть. Гарнира у нас не будет. У нас будет вот такой вот салат из руколы и помидора. Разделочная. Разделочная доска. За счет лаврового листа идет бесподобно. Очень приятный аромат. Давайте сейчас котлетку с вами разрежем. Посмотрим, что она у нас прожарилась. Да, сейчас я тебе порежу, тебе себе порежу. Вот такие вот котлетки. Да, и... Вань, ну она сейчас моментально остынет. Порежу я и остынет. Иди. Так, ну что. Наконец-таки самый приятный момент, когда мы сили. Я, во-первых, очень хочу попробовать чай из облепихи. Я не хочу. А я тебя и не прошу пробовать чай из облепихи. А я прям вообще хочу. Хорошо. Он не сладкий. Ну, кто сладкий любит, кому можно... Сахар. Мед можно в кружки развести. Ну, можно и сахар. Давай пробовать котлету. Сейчас. М-м-м. Обалденно. Они такие настолько получились сочные. Знаете, не сухие котлеты, да? Как бабушка. Как бабушка. Это, знаете что, это самая лучшая похвала от Вани, что приготовила как бабушка. Потому что они реально очень-очень вкусные. Не зря я мучилась с ними. То есть, видите, зависит от всего. И от фарша, от того, как ты фарш приготовишь. И лук. Вот казалось бы, да, там мелочь какая-то там. Жареный ты лук добавляешь или такой лук. Но, тем не менее, все влияет на вкус. В общем, мы с Ваней будем уплетать. В общем, ну а мы с Ваней будем уплетать наши котлеты. В общем, дорогие друзья, вот таким вот образом прошел сегодняшний наш день. С вами поделилась я в инстаграме очень интересного видео. Посмотрите из тиктока. Но это у нас здесь в Зеленограде. Такой интересный костюм у мужчины был. Сейчас же требуют все маски, маски. И он пришел вот в 15-м районе, в перекресток, в костюме чумного доктора. Я думаю, что многие видели венецианские маски. Такие, знаете, голова птицы с вытянутым клювом. И с одной стороны смешно все это смотрится. А с другой стороны, так знаете, необычно. Мало ли кто там скрывается вот так вот вечером, где придет человек в такой маске и поди его там, отличи, что он из себя представляет. В общем, кому интересно, посмотрите. Ссылку на инстаграм оставлю. А вообще, оказывается, вот я не знала, для чего такой нос у них. То есть, я знала, что там ходили так доктора, когда с чумой боролись. А для чего такой вытянутый нос, непонятно было. Оказывается, в этот нос складывали разные травы, через которые доктор мог дышать. И считалось, что вроде как это убивает там бактерии. Ну и плюс запах был не очень, и, соответственно, как бы прочищалось дыхание. Ну и дырочки были по маске. Ну, в общем-то, мне кажется, знаете, мы недалеко уехали, потому что нынешние маски, которые большинство из нас носят и покупают вот эти вот одноразовые маски, в которых большинство людей будет ходить и не использовать их как одноразовые, а кто-то будет ходить и месяц, и полмесяца, и месяц. То есть, они тоже как бы нас, в принципе, ни от чего не защищают. Единственное, что может быть защищают от нас кого-то и будут, мне кажется, наоборот, служить сосредоточием бактерий, вирусов и всего остального, как бы если вот в одноразовой вот такой вот маске вы будете ходить на протяжении, допустим, там, длительного времени, да. Ну, времена и нравы мы их не выбираем, поэтому как есть, так есть. Ну, а всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива и обязательно увидимся с вами вновь. Ну, и, конечно, здоровья. Пока-пока.